здравствуйте уважаемые зрители подписчики нашего канала еду подожди немножко шумно поэтому простите только сейчас есть время записать такое видео значит вопрос задавали подписчики он наверно многих волнует он звучит примерно так сколько нужно земли чтобы содержать 100 голов скота ну 100 голов это как бы какая-то отравная точка может быть отсюда можно посчитать а сколько нужно чтобы содержать 20 50 70 голов количество голов скота чтобы вы понимали ну и это понятно всем это как раз есть ваш и ваш доход который вы собираетесь иметь по итогам вашей работы но он зависит не только от количества голов а естественно колись от стоимости продукции которая сложилась вашем регионе то есть если вы продаете одно и то же количество молока но по разным ценам то вы можете иметь или больше или меньше доход вот и все поэтому может быть при реализации молока там где-то в подмосковье по цене 120 рублей за литр это можно держать 10 голов скота а если где-то работаешь в орловской области например где цена на молоко 20 рублей за литр то надо иметь больше голов скота чтобы иметь разговор с точки зрение того сколько нужно земли чтобы прокормить такое количество скота опять-таки почему этот вопрос не такой однозначный нельзя сказать что вот вам нужно столько-то гектаров и все мы уже много раз про это говорили на наших видео конечно все зависит от плодородия земли от количества осадков которые у вас есть это само собой подразумевается но надо помнить еще о таких вещах как все вооборот как-то концентрированный корм собираетесь ли вы иметь в своем хозяйстве и зерновое направление чтобы иметь концентрированный корм то есть размолк или комбикорм который сами будете делать из своего сырья это тоже очень важно как правило получается так ну складывается так обстоятельства что ну по нашему опыту например что покупка концентрированного корма фактически если вы хотите покупать полностью она фактически делает очень низкой вашу рентабельность то есть вы большую часть денег отдаете на вот этот концентрированный корм который идет пропорции примерно 250 300 грамм на каждый литр надойного молока и поэтому у вас будут расходы немалые на этот корм потому что в этом корме концентрированном заложены прибыли изготовителя этого корма поэтому вы хотите не хотите будете платить и будете переплачивать так вот значит а если говорить о количестве земли ну вот смотрите можно взять за пример как за какой то вот такой вот то за что я могу отвечать это наше хозяйство у нас в обороте сейчас введено в оборот и используется активно примерно 400 гектаров земли всего у нас наверное больше где-то около 500 гектаров вот реально мы сейчас используем где-то 400 гектаров из них часть используются для кормовых посевов часть используются для зерновых посевов если и и вот это все что я говорю это у нас на примерно 120 голов скота из которых чисто дойных около 40 доится все время а остальные в сухостое сухостой и мало и мясное направление и телята то есть которая ну не продуктивно это сказать вот значит получается что на 120 голов скота мы имеем примерно 400 гектаров земли и вот парадокс том это регион турская область регион принципе с можно сказать хорошим орошением дождями и ну с умеренным климатом таким принципе и с не очень плодородной землей это не черноземная зона начата вот такой вот можно сказать я вам даю шаблон но вопрос в том что мы бы хотели иметь еще больше земли почему отвечу с одной стороны у нас мама наша все время говорит куда вам земля мы с этой не справляемся и так далее и так далее она права есть много проблем связанных с использованием земли с обработкой с вводом в эксплуатацию целины не все мы успеваем не все хорошо делаем не со всеми посевами идеально следим где-то не можем вовремя обработать где-то не можем опрыскать вовремя есть проблемы но это решается или наемом людей или как каким-то вот ну делегированием полномочий там но например но почему вот я все-таки хочу сказать почему хотели бы иметь дополнительно землю смотрите кроме тех культур которые можно сеять на поддержание жизнеспособности своего хозяйства и в концентрированных кормах и в грубых кормах можно сеять высокомаржинальные культуры типа рапса типа там подсолнечника в тех регионах где это все растет для чего для того чтобы иметь раз в год себе такой бонус ну например на рапсе вполне можно 40 гектаров зарабатывать чистыми учетом всех проблем связанных с большими большим количеством обработок этого этого посева и так далее но неважно но все равно можно зарабатывать три с половиной около четырех миллионов чистой прибыли в год 40 гектаров если у вас естественно больше то пропорционально больше для чего для того чтобы иметь себе раз в год такой вот запас денег который можно потратить на трактор на покупку там какого-то настройку какую-то запланированную там на ангар какой-то ну вот иметь именно вот такой объем денег то есть например рапс нам для кормления скота может и не нужен но как-то для вот такого варианта он был бы неплох поэтому вот 100 гектаров земли выделить на такую культуру было бы вполне дорого вот почему вот я говорю что у нас 400 гектаров и мы держим там допустим вот эти 120 голов скота почему именно так понимаете в зависимости от урожайности получается не так все однозначно бывает ты можешь много получить и тебе у тебя будет излишек корма а можешь мало если засуха и точно так же и с пастбищем поэтому запас здесь всегда хорош я уже снимал видео на котором рассказывал о том что неплохо сеять зерновые культуры с запасом чтобы в случае чего убрать их на на сенаж я уже много раз пропагандировал и всем советую заготавливать все таки сенаж вместо сена иметь для этого всего лишь соответствующий пресс подборщики обмотчик и все и у вас будет сенаж но вы при этом получите корм высокого качества и получите его фактически при любых погодных условиях вот поэтому ну это универсальное решение такое сенаж понимаете потому что сеной заготовить и сохранить трудно сенаж и хранится хорошо и заготавливаться относительно просто потому что не требует такого высушивания как сена значит вы тогда получается что имеете вот этот запас земли именно для того чтобы иметь корма в любое время и вот то что я вам сказал это вот и есть какая-то универсальная формула отсюда пляшите то есть для 120 голов скота нужно иметь ну самое меньше 400 гектаров но это в случае если вы имеете и зерновое и растиневодство то есть обеспечиваете кормом грубым концентрированным кормом свое хозяйство сами и если вы одновременно заготавливаете заготавливаете грубые корма опять таки конечно в таком хозяйстве нужно иметь свой комбайн ну или иметь гарантированную возможность взять комбайн на время уборки у какого-то соседа поэтому вот 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 мой вам и и совет который многие меня просили дать если же у вас нет зернового направления вы довольно дорого продаете свою продукцию молочную молоко и продукцию то вы вполне можете покупать корма зерно в смысле и комбикорм и при этом не сильно уменьшать свою рентабельность ну для этого вы должны продавать литр молока ну самая меньшая по 50-60 рублей вот тогда ну реально будете ну себя очень уютно чувствовать при покупке зерна для обеспечения своих молочных коров на стороне ну а ну мы себя уверенно чувствуем когда все вот эти вещи в наших руках то есть и кормозаготовка и уборка зерновых все в наших руках тогда мы себя очень уютно чувствуем потому что никогда нет гарантии что ты возьмешь у кого-то комбайн или тебе кто-то уберет никогда нет гарантии что вовремя тебе кто-то скосит кто-то запрессует мы стараемся это все иметь в своих руках ну и здесь на это влечет определенные издержки ну это понятно ну вот в общем-то коротко чтобы много не повторяться я выразил мысль свою насчет того сколько земли нужно для 100 голов скота еще один нюанс один наш мне очень нравится это канал семья Федисовых сказал что животноводство мало рентабельно и все равно надо брать землю с учетом того что на ней заниматься растениеводством ну это в принципе правильно но неправильно с точки зрения того что не во всех регионах животноводство не рентабельно я вам говорю мы работаем по животноводству с рентабельностью около 70% и это это правда это так и есть почему потому что мы находимся в определенной зоне ценовой и так расположено хозяйство что мы можем эту цену держать у нас я говорю хозяйство рядом продает молоко которое держит 10 тысяч голов продает молоко по 50 рублей мы продаем по 45 поэтому как бы тут у всех свои условия то есть если рентабельно животноводство высокое то вы можете не прицеливаться сразу на растениеводство и не искать такую землю чтобы у вас было с учетом растениеводства растениеводство я бы вот для себя так понимаю что я бы считал такой ну рентабельное такой очень крепким хозяйством если бы у меня было хотя бы полторы тысячи гектаров я бы сказал что да это растениеводство на хорошем уровне можно организовать но это в нашей зоне не черноземной при наших урожайностях может быть в Воронежской области и 500 гектаров растениеводства считалось бы ну это очень высокая ну доходность была бы такого хозяйства ну короче вопрос многоплановый зависит от многих факторов но я дал всю информацию которая позволит вам сделать вот этот вот анализ исходя из своих возможностей а как поступать это вы уже выберете из того что вам подворачивается под руку ну кому-то подворачивается много земли кому-то подворачивается много денег чтобы купить технику ну понимаете учтите один тоже фактор очень важный что многие думают что не надо заниматься животноводством оно очень затратное и малоприбыльное кто-то говорит нет я буду заниматься растеневодством потому что это не так много затрат куплю трактор комбайн грузовичок и все мне будет хорошо я вам честно скажу по моему опыту что если вы хотите хорошо заниматься хоть чем-то вы должны все равно в это дело вложить немало средств потому что растеневодство рано или поздно потребует увеличение парка орудий рано или поздно потребует изготовление сушилки сортировки зерна элеватора для хранения зерна и это совсем не малая затрата если вы думаете что мясное животноводство малозатратное вы тоже ошибаетесь чтобы продавать мясо по хорошей цене вам все равно придется построить разделочный цех убойный пункт содержать животное в разных загонах разной категории животных и все это повлечет затраты и затраты немалые поэтому не обольщайтесь что вы сможете в сельском хозяйстве вложить мало а заработать много все равно придется вложить довольно много многие вложения можно избежать можно не делать но вы должны быть готовы к тому что при этом вы будете иметь какие-то издержки связанные или с вашим здоровьем со временем которое вы будете тратить с усилиями которые вы будете прилагать к одному и тому или другому процессу который вы будете вести и поэтому не обольщайтесь где-то вы все равно что-то отдадите или вы отдадите деньгами или отдадите здоровьем или временем это вот однозначно поэтому сразу подходите к решению отрасли которой вы хотите заниматься в решении этого вопроса ну как бы так дотошно спрашивайте общайтесь встречайтесь приезжайте в хозяйство смотрите общайтесь с людьми самое ценное это опыт человеческого общения потому что вы получите неоценимую пользу от этого вы спросите прямо о том что и как делается что нужно сделать чтобы получить тот или иной результат это очень такой важный момент если это получить из первых уст ну все всего всем доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания